Итак, есть 7 стульев. 6 с пиками, 1 занят. Тетя Тамара, мы ваши гадки и загадки знаем вдоль поперек горла. Давайте уже займемся у чего-то более бесполезным. Но что может быть более бесполезным? Например, наши табуретки с подсветкой. Да, они такие яркие и почти не бьют с оттоком, а набивка из живых куриц придает этим стульям мягкость и шарм. Я, как принцесса жадности, не могу долго стоять без дела, поэтому сяду. Так и если мы живем на перемотаже, то кто тогда троллит нас снизу? Это замечательная столешница прекрасно развортила наш паркет. А куда это наши задницы улетели? Туда, где по ним могут напинать. Ой, ну так погнали! Чига-чига-чига-чига-чига-чига-чига-чига. Какая замечательная дыра. Спасибо. И я не про тебя. Этот город какой-то странный, а жители напоминают моих глистов. Они радуются жизни, хотя живут в полной заднице, с длинной улицы посередине. Почему у них две полоски на заднице? Когда у меня последний раз было две полоски, это была та еще задница. Вряд ли они все ходят беременными. Если только не беременными, головой. Надо все выяснить. Такие. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. 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 Я смотрю, у вас в лбу рожок от мороженого, а на спине привязанный голубь. Вы идиот? Она ликор, она может воровать и улетать одновременно. Не хотелось бы вас разочаровывать, но у нас не воруют. Белый человек главный. Меня зовут Рядовой Снежок. Это дурачок Коленька, а это наш город Братислава. Единственный город, в котором не воруют, потому что воровать уже нечего. Вот, смотрите. Здравствуйте. Можно вас что-нибудь вынести? Что значит нечего украсть? А как же дверь? Здравствуйте. Я дарю вам эту дверь, и поэтому вы не сможете ее украсть. Да что ж такое? Собственно, что вы здесь забыли? Не отвечайте. Если бы вы что-то забыли, мы бы вам тут же это возвратили. В нашем городе никто не жадничает и не ворует. Потому что, когда ни у кого ничего нет, то это бессмысленно. Совсем поехали. Напротив. Это очень удобно. Знаете, что означают наши две полоски на нашем флаге? Ничего. А точнее, две пустые полки. Без у кого-то в городе окажутся три пустые полки. Значит, полка была украдена у соседа. Так мы вычисляем преступников. А теперь ознакомительная песня. Рассопырьте ваших хлебалочковых улыбок. Смахните пыль с пустых полок на заднице. Прекратите обмениваться пылью и начинайте петь. В нашем чудном городе. Торгуют всех хлебалов. Чего здесь только нету. Заедь же. В Братислав. Здесь нету. Здесь нету. Ни жадности. Ни лжи. И рифм в песне тоже нет. От злости не дрожи. Покажите ваши улыбки, пока их не выбило. Мы счастливы и рады. Когда пустой бюджет. И если жопа к нам придет. Не будем ныть в жилет. Жилет. У нас не может быть. Присанем. Опустим вниз. Не нужно жадной быть. Но как почувствовала свежающий ветер в карманах? У нас здесь все придурки. У нас живут все вслазь. Здесь пейсы бесполезны. Здесь нечего украсть. Без пейсов. Без пейсов. В жизни нет преград. Не сможешь щекель потерять. И будешь очень рад. На зоне ты не сможешь. По кругу погулять. У нас сидеть ты будешь. Из полок пыль сдувать. Кто не ворует, тот не пьет шампанское, тот не ходит в туалет. Кто не ходит в туалет, тот не смывает унитаз. Кто не смывает унитаз, тот не плавит завод. Вы только гляньте на этот шикарный каталог полок из Икеа. Здесь настолько нечего украсть, что я готова продать свою душу, что потом украсть ее назад. Доброе утро. Ну как вам спалось нашить прекрасные однушки-поковушки на грани туалета? Может хотите переселиться в дыру поприличней? Дорогие дамы и дешевые господа. Как вы знаете, у нас все здесь равны. Но об этом кажется не за отношения пока еще дорогие гости. Но с вашей помощью мы сделаем их уцененными. Вчера ночью мы сделали у вас остатки совести и поместили в надежное место, чтобы вы не смогли потерять. Ведь чем меньше совести, тем больше денег. А нам это не нужно. На семисвечнике я вас вертела, на моце запекала. Нельзя забрать то, что было продано еще в детстве на рынке. Это значит, мы отобрали у вас жадность. Так даже лучше. Значит, скоро вы станете такими же, как и мы. Нужно просто подождать. Время, деньги. А их здесь нет. Поэтому ждать мы можем сколько угодно. Я хочу подарить. Так и так. И что же ты хочешь подарить? Вчера я пила шампанское, а сегодня подарю ее вам. Это то, о чем вы не подумали. Это сегодня дешевая переводилка из жвачки. Ее подбросили. Тетя Катя, как вы могли так скатиться? Вашей тирании пришел конец. Пока, Кать. Что сделать? Пока, Кать. Пишется раздельно. А это значит, что сейчас вы распрощаетесь со своими хрустящими, как мацаребрами. А теперь пора вернуть наши продажные предпринимательские умения. Теперь свьются над рекой, будет бизнес дорогой. Моя новая машина.